Вот прошло 20 лет, когда я был в первый раз в вашей церкви, я запомнил этот день, это был июнь месяц, 21 июня, это был березовский поселок такой. Почему я запомнил, я оставил там на собрании очень дорогие очки. Так быстро летит время, я сейчас стоял, мы поклонялись Богу, думаю, надо же, 20 лет прошло с того момента, как я был в последний раз. Да, очки это уже не главное. Я просто помню историю, как пастор радовался, говорил, нас благословили поросятами, вот у нас сейчас есть сколько-то поросят, мы их сейчас будем кормить, потом их зарежем. Слава Богу. Вообще жизнь, она интересная штука, правда же? Жить это лучше, чем не жить. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Слава Богу. Но мы, по крайней мере, хорошо живем, правда же? У нас все замечательно. Правда, все хорошо вообще, слава Богу. Наша попа уже на небесах, мы только ножки свесили. В животике чай булькает, все хорошо. Даже если курс доллара будет стоить 50 тысяч рублей, мы все будем миллионерами. Бог вообще хороший, Иисус хороший. Вы знаете, вот то, что сегодня происходит, вот на собрании мы там славим Бога и так далее, знаете, вот это все будет в вечности. Если вы готовитесь в рай, то вам нужно сейчас готовиться, потому что примерно в раю будет следующее. Там будет, мать мы людей, не протолкнуться просто. Там будет такое озеро стеклянное, нас туда всех загонят, мы там встанем. Там будут животные на ступеньках сидеть, значит, еще 24 старца, которые всякий раз, когда увидят, что ангелы делают круг, будут падать на свои ноги, кричать «Аллилуйя», мы все будем кричать «Свят, свят Господь», ложиться на свои ноги, потом вставать, смотреть, когда эти животные опять, значит, скрикнут, эти старца брякнут за стульев. И так, вечность. Ой, а где стол, мягкая кровать? Кровати будут, но они будут золотые. Из чистого золота, самые последние пробы. Одеяло тоже будут золотые. И подушки золотые, и вообще все из золота полностью, то есть дома, квартиры, то есть все. Поэтому можно лежать сколько угодно, это будет рай. И это будет вечность. Ну, у нас сегодня проповедь не о рае, у нас сегодня простая проповедь о вере. Вообще, мы верующие люди, потому что мы верим. Верим, потому что верим в Иисуса Христа, верим в Его Слово. И я хочу вам прочитать это место Писания. Евреям 11 глава, 6 стих, мы читаем. А без веры Богу угодить невозможно. Хочешь угодить Богу? Невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Знаете, сам Бог говорит, что без веры мне невозможно угодить. Что бы мы ни делали, знаете, какие бы мы грандиозные проекты не устраивали, как бы мы ни поклонялись Богу, ни плакали, лежали на полу, или стояли, бегали, спасали людей, даже умерли бы. Но если у нас нет веры, мы, веры Божьей, мы Богу не сможем угодить. Дело в том, что Бог создал нас такими людьми, такими существами, что в нас уже есть вера. Вообще неверующих людей не существует. Просто есть разница в том, во что мы верим. Знаете, Он также сказал, что не хочет нас оставить без веры Божьей, и Он дал нам некоторые моменты в Своем Писании о том, как нам получить веру. Знаете, Бог не хочет оставить Свой народ в неведении. Вот зачем мы приходим на собрание? Одна из причин. Здесь проповедуется Слово Божие. И Слово Божие – это свет. Мы жили во тьме. Знаете, раньше я жил во тьме, я знал, что есть Бог. Поэтому ходил в храм и ставил свечки, чтобы мне не наказали за то, что я делаю. И всякий раз, когда переставал это работать, я все больше и больше давал. У меня без Бога уже был заложен принцип, что надо Богу жертвовать. По одной причине, что я занимался некоторыми вещами, которые требовали от меня определенных вложений. Поэтому каждый месяц приезжали ребята и говорили, надо 10% на общак. Потому что когда ты сядешь, мы тебе будем помогать. То есть у меня была такая перспектива. Я говорю, а вдруг я не сяду? Нет, ты сядешь однозначно. Потому что, говорит, поэтому я ожидал отсидки и поэтому давал. Я знал, что за те дела, которые я делаю, я буду достоин только одного участия, это сесть в тюрьму. Поэтому я понимал, что если я сяду в тюрьму, однозначно нужно же, чтобы как-то там жить. Поэтому они приезжали каждый месяц, и я честно платил десятину. Поэтому когда я пришел в церковь, мне было легко давать десятину. Потому что здесь сказали, если ты будешь давать десятину, будешь иметь жизнь вечную. Я так подумал, слушай, эти перспективы дают, значит, сядешь. А эти говорят, жизнь вечная. Это выгоднее, конечно. Поэтому перестал давать ребятам. Конечно, они были немножко обижены, но ничего страшного. Потому что я им сказал, ребята, у вас тоже есть шансы. И так вот, значит, через вот эти моменты в моей жизни пришли некоторые изменения. Дело в том, что Бог для каждого из нас приготовил определенный путь. И этот путь, который Бог приготовил, Он открыл нам в своем Писании. И то, что мы сегодня испытываем, некоторые трудности, это наши трудности. Знаете, вот мне говорят, пастор, вот мне трудно. Это твой выбор. Знаете, когда мы говорим, моя судьба такая неправда. У нас у всех есть судьба от Бога. И эта судьба благословенная судьба. Знаете, те трудности, которые приходят в нашу жизнь, это наш выбор. Мы можем и не испытывать этих трудностей. Мы сами создаем себе трудности, потом героически определиваем, и в конце пойдем, и слава Богу, Бог мне помог. Бог говорит, да я вообще даже просто не участвовал в этом процессе. Ты сам что-то наделал, сам что-то накрутил и так далее. Ну, хорошо, что хоть слава Богу выдаешь. Дело в том, что желание Бога, чтобы мы все верили Ему. Вот вы верите Богу? Насколько? Насколько вы можете доверить Богу? Однажды один брат приехал к нам в церковь и такой проповедовать. Он был с Таджикистана. Вышел за кафедру, посмотрел в зал и замолчал. Молчит минуту. Я думаю, что такое? Две минуты молчит. Представляете, надо проповедовать, а он молчит. Мы такие, Ебрагим, микрофон включен, давай. Он молчит. Молчал, молчал, потом говорит, вижу, вы еще не до смерти страдали за Христа. Какая смерть? Мы в Таштагуле живем на курорте, какая там смерть? Там одна проблема, лыжи сдать в прокате и все. Дольше нет проблем. Он говорит, а меня 27 раз расстреливали за Христа. И последний раз не могли, говорит, убить. Взяли в упор, поставили автомат и застрелили. И говорит, когда увидели, что во мне дырок нет, а вся стена изречащена, бросили свои автоматы, упали на колени и стали ноги целовать. И говорили, а, истинный Бог пришел, вот это да. Вот, наконец-то. И все уверовали. Чудо, да? Хотите так? Сначала надо, чтобы к пузу тебе поставили автомат. Знаете, Бог хочет, чтобы мы имели веру. И Он сказал, как ее? Как мы можем иметь веру? Римлянам 10, 17 сказано. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Итак, если тебе нужна вера, то она придет тебе от слышания Слова Божьего. А Слово Божье, знаете, это то, что записано в твоей Библии. Если у тебя Библия есть, это и есть Слово Божье. Если тебе нужна вера для совершения чудес, вера для того, чтобы останавливать солнце, чтобы у людей органы вырастали, для того, чтобы у тебя и достаток был, избыток во всем, чтобы тебе пришла жена, работа и так далее, тебе всего лишь нужно, всего лишь пустяк. Взять вон с той полки, вон ту синюю книгу, которая называется Новый Завет. Все. Открыть ее, прочитать и поверить. Это, знаете, Евангелие самое простое, что нам нужно, что можно делать, потому что уже все сделано. За все заплачено, все приготовлено, Господь все создал. Нам достаточно только поверить в это. И это все придет в нашу жизнь. Знаете как? Просто так. Даже не надо напрягаться. Просто так. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Мне нравится такая молитва. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Дай мне хлеба. Потому что все, что нам необходимо для этой жизни, Бог уже приготовил. Знаете, когда мой сын родился, он не родился с плакатом «Дайте кушать». Или с такой кислой миной на лице. А что я буду одевать? Он не пришел на этот мир с депрессионным состоянием. Ну вот. Где я буду зарабатывать деньги? Потому что прежде, чем он пришел на этот мир, мы уже все приготовили. Представьте, у него была еда. То есть мама в один день стала давать молоко. Не было молока. Я удивился жене. Как? Почему не было раньше? Не знаю. Ей было 17 лет, она сама удивилась. Как это? Пришло время, оно появилось. Так же, когда пришло время, оно закончилось. Для него было все приготовлено, кроме воды. Потому что мы думали, ну если он сосет молоко, значит, зачем ему вода? Он орет и орет. Мы сосочку в мед помакаем, раз ему в рот. Пока он ее сосет, значит, вот он бутылку меда съел. Как он бедный от диатеса не умер, не знаем. Пока наша мама не пришла, говорит, а где у вас водичка? Какая водичка? Вы что? Ребенку в воду надо давать. Мы говорим, как? Так он же, да вы что? Наш ребенок так вырос. Ну это наши проблемы. Мы создали для своего ребенка такие глобальные трудности. Но в большей степени Бог любит нас, и Он знает, что нам нужно на самом деле. Знаете, Бог всегда желает нам самого лучшего. Это мы говорим, нам плохо. На самом деле, знаете, то, что нам плохо, это наш выбор. Потому что Бог все приготовил в своем Писании. Нам нужно просто насыщать себя Словом Божиим, как хлебом. Знаете, вот иногда, когда нам голодно, не знаю, как у вас, когда мне голодно, я начинаю искать, где бы покушать. Вот усиленно. Даже если я на машине еду, я смотрю какие-то ларьки, захожу вообще непонятно в какие-то там шаурмынные, там, странные, и ем по вере там все, что есть. Просто во имя Иисуса и ем там какой-то свежий хлеб, свежий. Потому что мне нужно насытить свое, мне нужно насытить свое тело. Поэтому я его питаю. То же самое, знаете, в вопросах веры. Писание говорит, что Бог все приготовил для того, чтобы у нас была вера Божья. И Он написал это слово в своей Библии, дал нам эту Библию. Говорит, если тебе нужна вера, открой ее и прочитай. Вообще-то, знаете, в Писании есть ответы на все вопросы. Библия настолько универсальная книга. Даже, знаете, проповедь настолько универсальная. Однажды мой сын, я его, значит, по-другому немножко воспитывал. Я, когда он научился читать, я ему подарил ручку и конспекты. Сказал, на каждой проповеди должен мне выдать одно откровение. И вот он там писал что-то. И однажды я проповедовал о любви, а он получил откровение о финансах. Как? Каждый получает что? Оно настолько универсально, что оно может проникать каждому из нас. Знаете, мы можем услышать одну фразу, которая может внутри нас произвести вот это действие, которое подошло с Ахимедом, когда ему на голову упало яблоко. Эврика. Что такого? Яблоко по башке треснуло. Вот если бы мне яблоко упало на голову, я бы почесал и вышел, а он Эврика. И закон создал. Удивительно, Бог действует, правда же? Он настолько универсальный, поэтому мы не должны пренебрегать главным. Вот сегодня, когда шло прославление, думаю, слушай, Господи, как классно. У нас есть и Альфа, и Омега. Вот сегодня в 7 утра, я когда проснулся, пошел в душ, тут уже ребята ломали вот этот барабан. Они ломали эти, я называю ломали, потому что они долбили там и что-то пели. С 7 утра тут уже ребята песенки поют о Боге. Потом они в обед поют, в полдник поют, и уже время 8 часов, а все поют. Это же такое благословенное место. Иисус Альфа и Омега, начало и конец. Наконец-то благодать в Кемерово пришла. Есть место поклонения Богу целый день. Представляете, люди славят Бога и славят. Одни уходят, другие приходят. Я думаю, это мне нравится. А вы думали, это Богу нравится? Конечно, если это нравится мне. Ведь мы же с ним соработники. Вы знаете, что вы с Богом соработники. Вы ему не чужие, вы ему свои. Когда я домой приносил пятерки, что было очень редко, моя мама вдруг радовалась. Она говорит, хорошо, как молодец. Я получил пятерки, а она радуется. Что она-то, не знаю. Для нее было чудо, что у меня по поведению 4 с плюсом. Она говорит, наконец-то. Здорово такая. На тебе там конфетку. Итак, знаете, вера, она есть у нас. Мы настолько верующие, что мы можем сказать, реке остановится, а она остановится. Только вопрос, зачем? Знаете, мы видим в истории разные моменты, когда Иисус Навин вел войну с филистинлянами, он просто сказал в сердце Господь, да стоит луна там и солнце. И оно так стало. Потому что в этот момент Иисус Навин вел войну не с Богом. Он вел войну против тех людей, которые были против воли Божьей. Вы знаете, когда вы делаете дела Божьи, тогда в вашей жизни будут и чудеса Божьи. Мы иногда не видим чего-то, чтобы что-то происходило. Только по одной причине. Мы ждем. А нам не надо ждать, нам надо идти. Когда мы пойдем, тогда Господь совершит свое чудо. Он пойдет вместе с нами. Когда мы сидим, Господь с нами не сидит. Господь всегда идет. Поэтому вера всегда строится. Она строится в нашей жизни. Она возрастает. И знаете, в большей степени вера строится на фактах Слова Божьего. Есть факт, конкретно то, что говорит Писание. И чем больше ты размышляешь над Словом Божьим, тем больше ты получаешь знания о Боге. Какой он, как он действует, каким он образом действует, как это происходит. Знаете, вера всегда приходит через знания. Знаете, мы иногда невежды, потому что мы не хотим учиться. Учение свет, а не учение тьма. И нам нужно иногда почитывать Библию, поразмышлять над ней. А что, почему и так далее. Нам иногда, знаете, нам надо научиться, потому что учение дает нам простор. То, чего мы не знаем, мы не можем делать. Поэтому если у вас есть возможность где-то учиться или книжку читать, я хочу вам сказать, делайте это. Потому что это в большей степени позволяет строиться в вашей вере. Вот я уверен на сто процентов, что вы все верующие здесь. Есть люди, которые неверующие? Иисус, они принимали в свое сердце. Есть такие? Все принимали? Вот вы говорите, что вы верующие. Почему вы так уверены? Что там за кожаная книжка у вас? Вы, вы, подняли. И что? Библия есть практически в каждом доме. Недавно, общаясь с одним человеком, я ему начал проповедовать Евангелие. Он был достаточно такой мудрый. Он меня выслушал полностью. Я ему рассказал все, что я знал о Христе. Он ни разу не перебил, выслушал меня. И говорит, и что? Я говорю, ну вам нужно покаяться. Он говорит, мне в чем каяться? Я эту проповедь, знаешь, сколько раз слышал? Мне и свидетели Игова говорили, и кришнаиты, и мусульмане, и православные, и протестанты, и баптисты. Кто-то ко мне не проповедовал. Все вы говорите, и знаешь, я вот слушаю тебя, как красиво выстроена речь. Он слушает красоту речи. Некоторые смотрят театральное представление, некоторым нравится, как поют. Он говорит, ну ты мне Христа покажи. Вот если я сейчас увижу Христа, прям сейчас покаюсь. Слава Богу, мне достаточно было мудрости, чтобы ответить ему, что блажены не те, кто увидели, от тех, кто поверили. Но если бы я не знал это Писание, возможно, у меня были бы проблемы. Какого плана? Следующего плана. Значит, я не евангелист, люди не каются, больше проповедовать не буду. Как у нас у всех. Почему мы не проповедуем? Потому что у нас был неудачный опыт. Скорее всего, лучше я буду молиться. Потому что этот опыт никто не может забрать. Вот вы говорите, что вы все верующие. Вообще молчите. Я тут один говорю. Вы верующие люди? Почему вы так уверены? Ну, хоть один аргумент скажите, что вы? И что, и бесы веруют, и трепещут, и что? И тоже слышат. Даже на отчет к Богу приходят. Вы приходите к Богу на отчет? Нет. И что? Все? Кто-то книжкой там потрес. Я вот верующий, у меня книжка есть. Ну? И что? Что такое? Знаете, легко принять жертву, которую ты не видишь. Я принял жертву Христа. Где она, эта жертва? Какая она жертва? Не, подождите, ребят. Я что-то сомневаюсь, что вы верующие. Вы какие-то такие. О, в сердце у меня. Знаете, аргумент. Где у тебя Иисус? Я-то одну сказал. Посмотри мои глаза. Что ты там видишь? Говорят, ничего. Посмотри, там Иисус. А он так и пошел. Знаете, когда мы кидаем вот эти фразы, они, это в большей степени это фразы. Мы их вызубрили, у нас есть такие шаблончики, мы эти шаблончики разложили, и у нас на каждый аргумент есть контраргумент. Так я вам хочу сказать, слушайте, вот перед вами стоит человек, я же, когда меня пастор вас попросил попроповедовать, я думал, зачем? Что, у вас проповедников нет? Ну, он говорит, ну, вот как-то неудобно. Я в 20 лет, как так получилось, что ты не был-то у нас в церкви? Я говорю, я не знаю. Я тебя столько не знаю. Я говорю, а Игорь, ну, как-то вот, ну, не было возможности напроситься, и как-то и не было желания, в принципе. Хватай, где бы проповедовать. Он говорит, все, давай вот, когда время... И когда он положил трубку, у меня стал вопрос. О чем можно проповедовать в церкви, где такой крутой пастор? Ведь он уже все распроповедовал. Люди все знают. И Бог говорит, я хочу тебе дать одну тему, которую ты должен спросить у моих людей. Спроси у них, они вообще верующие? Я говорю, а ты знаешь? Он говорит, я знаю, что они неверующие. Вот я хочу вам сказать, дорогие мои, когда я готовился к проповеди, мне пришло такое слово. Я так подумал, поразмышлял, посмотрел на вашу жизнь, на вот эти ваши всякие пляски, поездки. И хочу вам сказать, вы все неверующие. И вы все пойдете в ад. До одного. Нет, кроме одной сестры. Она молчит, потому что я попросил ее. И она спаслась. Не буду показывать пальцем. Как вам такая перспектива? Вы сейчас скажете, нет. Скажете, нет? Или что? Или вообще молчит? Вы больше ничего не сможете сделать, потому что я убегу. Я хочу вам сказать, что здесь нет никакого подвоха. Я вполне серьезно вам говорю. Не каждый, говорящий мне, Господи, Господи, наследует Царство Небесное. Не каждый. Если вы думаете, что я верующий, потому что я хожу в церковь, я хочу вам сказать, здесь достаточно бесов, которые тоже контролируют вас. Сидят там, шепчут тебе. Здесь много разных духов и так далее. Здесь, если посмотреть духовными глазами, куча мест разных. Поэтому вот посмотри в свое сердце. Ты верующий? Почему? Ну, почему вы думаете, что вы верующий? Да я знал парня, представьте, я проповедовал ему Евангелие. Он говорит, я не пью, не курю, не блужу. У меня хорошие друзья. У меня мама с папой верующие. У меня все нормально. Мне зачем Бог? Я что, грешник? Что, я убил кого? Я что, съел кого? Я не обманываю вообще. Живу правильной жизнью. Плачу налоги. У меня все хорошо, парень. Зачем мне Бог твой? И когда я начинаю ему аргументировать, ты знаешь, там, он умер, говорит, я что, просил его умирать? Не, ну, понимаешь, вот все согрешили, он говорит, все согрешили кроме меня? Мы же грешим и каемся. Мы же легко грешим. Мы же знаем, что мы можем, знаете, даже двойной жизнью жить. Ходить весь день, грешить вечером у Господи, потому что ты Господи, ибо Господи, и я, Господи, прихожу к тебе, Господи, чтобы ты... Мы так живем. И говорим, мы верующие. Мы верующие. Почему вы верены-то? Ну, чего вы такие есть-то? У вас сегодня решающий день вообще, вам надо определиться, вы вообще кто? Вы верующие, потому что вы в церковь ходите, да? Или почему вы верующие? Пережили встречу с кем? Как? Нет, вот сейчас, брат, а как это ты встретился с Иисусом? Как это можно встретиться с Иисусом? Он сказал. Я сижу дома, представьте, мне мысль такая приходит. Сходи в магазин. Я иду в магазин, забываю ключи, хлопаю дверь, дверь закрылась. Кто это? Бог, я или бесы? Когда мы говорим, Иисус мне сказал, вы знаете, перед вами стоит человек, пастор выходил всякий раз, проповедовал проповедь, Бог мне сказал, Бог мне сказал, я говорю, подхожу, говорю, слушай, а как это Бог сказал? Он начинает мне объяснять, там, вот я там туда-сюда, вот то-се, я такой слушаю, думаю, он нормальный вообще? Он вообще адекватный? Знаете, когда мы встречаемся с людьми, они очень часто говорят нам, да ты же глупый, и мы говорим, аминь. Или нас называют сектант, и мы говорим, за Христа страдают. Знаете, нормального человека не назовут сектантом, и глупым не назовут. Иногда мы делаем какие-то вещи странные, и знаете, тем же, себя оправдываем, оправдываем тем, что мы верующие. Глупости, мы говорим, ну это вера, Бог мне сказал. Представьте, Бог, вдумайтесь, Иисус пошел в мою сердце. Он там живет. Откинем наши религиозные фенечки, просто нормальным человеком послушаем. Он мне говорит, иди туда. Я однажды был в психушке, там было два Наполеона, один Николай II, один мужчина, который говорил, что я женщина. Я общался, думаю, вот это да. И они так вот убедительно утверждали о том, что они есть то, что они есть. Что я даже сомневался, что я, кто я. А если бы я провел там полгода, я думаю, что я тоже был бы кто-нибудь, скорее всего. Знаете, если вас сейчас взять, бросить всех на рыбовецкий сенер, отправить в море на полтора года, я уверен, на сто процентов, вы через полтора года приедете квалифицированными рыбаками. Вы все будете знать о рыбе. Вы даже вонять будете рыбой. Серьезно? И вы только о рыбе будете говорить. Рыба, рыба, рыба. Вот мы поймали там вот такую, мы поймали там, а мы как-то ходили, нас как понесло, нас как затрясло, а мы там туда-сюда. Вы знаете, почему вы говорите, что? Потому что вы ходите сюда. Возьми вас сейчас отсюда и на сенер. Вы будете рыбаками. Закиньте вас в космос, будьте космонавтами. Но это же не аргумент. Знаете, вера строится на аргументах, а ваша вера на чем строится? На Слове Божьем. А что оно говорит? Встами. И что? Слово, извините, Слово Божье, оказывается, говорит. Сестра, ну-ка, открой Библию, мы послушаем. Не говорит, говорит. Тоже странно, Слово Божье говорит. Я хочу вам сказать, вы все неверующие. Сто процентов. Вот сто процентов неверующие. Я вам сейчас аргументирую. У меня есть аргумент. Аргумент следующий. Перед вами стоит и не собака лает. Перед вами стоит пастор церкви. Пастор не потому что должность, потому что пасторствует. Так вот, вам пастор церкви говорит, вы неверующие. А вы молчите. Почему верующие? Во что вы верите? В Иисуса. И бесы верят тоже в Иисуса Христа. Они поэтому и пакостят. Они верят и чудят вообще. Они верят в ад. Верят в рай. Им вообще гонят. Ужас. Верующие. Знаете, бесы самые верующие. Они Бога даже видели. Мы его не видели. Они его видели. Вот они верят так верят. Они Библию лучше нас знают. Они так ее извращают, что ой-ой-ой. Очень часто мы вот так живем. Мы живем всего лишь основывая свою жизнь на переживаниях. Бог меня коснулся. Знаете, как я Библию начал читать? Я накурился в хлам. И читал Библию. Это была самая крутая книга. Вдумайтесь. Ты под наркотиками. И вот из моря выходит дракон с семи головами. Вау! И вдруг от него там 10 рогов. Один рог другого рога зарубил. Там один золотого рога. Вы знаете, как работает соображалок в этом состоянии? Я реально читаю. Авраам родил Исаака. Я представляю, как это. Мне так Библия открывалась, как вам не открывалась. Потому что я был под наркотиками. И это мне было все понятно. Я прочитал Библию за неделю. Вдумайтесь, кто из вас за неделю Библию читал? Под наркотиками? Она была такая интересная. Я просто съел ее. И вы что думаете, после этого, когда я съел Библию, я стал исповедовать Иисуса Христа? Да ничего подобного. Я просто прочитал Библию. Зачем? Ну что потом, когда такие же сумасшедшие подойдут ко мне и будут говорить о Христе, я скажу, да я знаю, читал я вашу Библию. Там все понятно. Все прочитал. Все знаю. А вы говорите, вы верующие. Вы все грешники. Согласны? Кто согласен с тем, что он грешник? Представьте, мне потребовалось 8 минут, чтобы целую церковь убедить в том, что они грешники. Всего 8 минут. А если ангел придет? Представьте, приходит ангел с неба, с крыльями, такой метров 25, и скажет, ты, я, ты, вот пойдешь. И что делать? Что делать? Один брат говорит, я сижу дома, в моем кресле сидит ангел. И говорит мне, ну-ка быстро собирайся и стартуй. Он говорит, я собираюсь и стартую, прихожу туда, там ничего нет. Я говорю, ты уверен, что это был ангел? Конечно. Я говорю, ты в нормальном состоянии? Конечно. Я что, ангела не отличаю? Я тоже однажды видел, как мой конверт, как мой ящик бросали письмо. Открывают, письма нет. Я пошел к консьержке, где письмо? Оно было. Я когда шо увидел, что мне бросали, говорит, не знаю, давайте разбираться. Написали письмо на почту, измучили всех почтальонов. Говорит, да, а письмо было брошено в ящик выше, и не мне. Мне так показалось. Послушайте, какие мы верующие, если 8 минут времени достаточно убедить нам в том, что мы грешники. Вы знаете, что неправедные царства небесного не наследуют. Если мы все еще грешники, нам нужно срочно что делать? Каяться! Нам нужно быть 100% святыми. Писание говорит, вера должна строиться на фактах Слова Божьего. Знаете, вера и неверие, неверие это тоже вера. Вера Божья, это вера в Слово Божье, а неверие это тоже вера, только вера в человеческое Слово. И знаете, мы очень часто строим свою жизнь не на вере Божьей, поэтому мы неверующие. Нам недостаточно рекорд мой полторы минуты убедить церковь в 150 человек в том, что они неверующие. И пастор снял вот так ботинок и хотел меня бросить. Потому что он пожалел, что пригласил меня на собрание. Говорит, я сижу, думаю, все, сейчас я просто я выкину. Это что такое? О чем он говорит? Как неверующие? Мы все верующие, мы же кричим Аллилуйя каждый день. На наши мураши бегают туда-сюда. Мы даже потеем, когда прославляем Бога. Это же показатель какой. Мы прыгаем, и что? Дорогие мои, если мы не решим этот главный вопрос, все остальное не имеет никакого смысла. Не важно, сколько лет ты проходил в церковь. У нас есть бабушка, ей 46 лет. Мы начали с ней разговаривать. Через 2 минуты она говорит, мой сынок, а что ж мне делают? 46 лет. Вдумайтесь, 46 лет проходил в церковь, через 2 минуты засомневался в том, что ты спасен. 46 лет. Дорогие мои, это самый важный вопрос. Это является основанием, это является камнем, который часто строители отвергают, когда строят здание под названием «Своя собственная жизнь». Этот вопрос вы должны решить раз и навсегда. Вот почему я здесь. Я здесь, чтобы сказать вам, вам всем нужно покаяться и жить жизнью святой, праведной и честной при лицом Бога. Поэтому сейчас я хочу это сделать. Пожалуйста, закройте свои глаза. Я скажу, почему закрыть глаза. Не буду давать установку. Пожалуйста, подумайте, когда вы будете молиться, о чем вы молитесь. Вдумайтесь в слова, которые вы будете повторять. Не просто тарабаньте, дорогой святой, аминь. Нет. Потому что это важный вопрос. Это важный вопрос. Вы готовы стать святыми? Это не смешно вообще-то. Вообще-то, когда женщина рожает, ей не до смеха. Ха-ха-ха. Нет. Дорогой Господь, пожалуйста, повторите вот эту молитву за мной вслух. Слух – это важно. Вам нужно исповедовать Иисуса Господу. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Иисуса Христа. Прошу Тебя, прости мне все мои грехи и согрешения, которыми я согрешил пред лицом Твоим. Я отрекаюсь от всех последствий грехов, которые пришли в мою жизнь через беззаконие. Я отрекаюсь от всех проклятий и от всех неправильных вещей, которые были в моей жизни. Я отказываюсь от гороскопов. Я отказываюсь от Тебя, Сатана. Я верю, что Иисус Христос воскрес из мертвых, умер за мои грехи и теперь восседает рядом с Небесным Отцом. Я прошу Тебя, Иисус, вводи в мое сердце, будь Господином в моей жизни. Сегодня, через смерть и воскресение Иисуса Христа я исповедую, что я оправдан, я очищен, я исцелен. Аминь. Послушайте, вы примерно запомнили, что вы сказали? Что вы сделали сейчас? Да что такое? Вы как зомби. Что вы сейчас сделали? Мы помолились, правда же, да? Мы сказали, что Господь, прости наши грехи. Потом мы исповедовали, что Иисус есть Господь. Правда же, да? Потом мы отреклись от всех последствий греха. И в заключении мы исповедовали, что мы оправданно очищены и исцелены. Знаете, что мы сделали? Мы сделали то, о чем говорит Писание. Римлянам 10,9 сказано. Ибо, если ты, не я, ты, исповедуешь Иисуса Христа Господом, сердцем, поверишь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Итак, для того, чтобы тебя спасти, что тебе нужно сделать? Первое, исповедовать Иисуса Христа Господом. Второе, поверить, что Он воскрес из мертвых. Кто еще не верит, что Он воскрес из мертвых? Вы верите, что Он воскрес из мертвых? Почему? Какое свидетельство тому, что Он воскрес из мертвых? Первое, загорелась звезда. Второе, календарь начался с новой. Третье, единственная личность, которую до сих пор день рождения празднуем. Уже две тысячи лет. Почему? Живой. Все остальные, кто кричал живее, всех живых уже давно, не знаем, когда они родились и так далее. Есть огромное количество свидетельств людей, которые говорили, слушай, Иисус реально живой, я умер в воскрес из мертвых, я видел Христа лично. Есть огромное свидетельство, большое свидетельство людей, которые говорят о том, что Иисус живой. Аминь. Итак, ты исповедовал Христа Господу? Ты веришь, что Он воскрес из мертвых? Писание говорит, ты спасен. Почему? Так говорит Писание. Его слово говорит, что если ты исповедовал Иисуса Христа Господом, сердцем поверил, что Он воскресил из мертвых, то ты спасен. Теперь все следствие, если ты в это веришь, ты веришь в это? Если ты веришь в одно обетование Библии, у тебя шанс есть верить в какие обетования Библии? Во все. Послушай меня. Ты спасен не потому, что ты сделал, а ты спасен потому, что ты исповедовал Слово. Писание говорит, что без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий веровал. Нам нужно верить в то, что мы спасены, а не констатирует факт, что мы спасены. Нам не нужно свидетельствовать о своем спасении. Нам нужно быть спасенными. И мы спасены не потому, что мы, а потому, что Он. И нам нужно стоять на этом твердо. И даже если сам ангел придет и скажет, я Бог, говорю тебе, не спасен, вы должны понимать, Бог не изменен, потому что то, что Он сказал, это да и аминь. И сам Бог сидит сегодня на престоле славы и наблюдает за тем, чтобы Его Слово сбылось. Вообще-то это не наше Слово, это Его Слово, которое говорит, что если ты исповедуешь Христа, сердцем поверишь, то, что ты будешь спасен. Ты спасен в натуре, а не потому, что. Большинство людей, не верующие по одной причине. Они не верят в Бога. Они верят во все, что угодно. Почему? Потому что они строят свою веру на то, что говорят люди. Они строят свою веру на то, что люди говорят. Перед вами стоит человек. Я упал с крыши. Ударился немножко спиной. Через какое-то время я переезжал, носил тяжелый диван. И у меня немножко стала болеть спина. Я сходил в баньку, попарился. Спина все равно болит. Потом немножко стала не иметь нога. Немножко стал хромать. Немножко болит спина, немножко хромаю. Что такого? Все хромают, болит спина немножко. Схожу-ка я к врачу, пускай посмотрит, даст какую-нибудь мазь, помажу, буду жить дальше. Врач пришел, посмотрел, потрогал, поговорил, послал томографию делать. Я сходил, сделал как нормальный чек. Немножко прихрамывал там, чуть-чуть там болит, мало ли что, пройдет. Врач берет томографию, чпок приклеивает, и вот такая картина происходит. У-у-у-у. Вам сколько лет? Сорок. Сорок лет, да. Ну что? Что я могу сказать? Идите сюда. Вот видите, вот это грыжа 2,2 см. Вот это видите, она передавила ваш нерв, сейчас она давит на ваш нерв. Нога немеет, а немеет, так, нормально. Так, вот это видите, вот это протрузия, вот это видите, вылезло, это ваш позвонок, чашечка вывалилась, вот видите, она раздробилась, вылезла, вы просили позвонки, так, вот это надо заблокировать, вот это надо закрутить, вот это надо сделать. Ну что я вам скажу? Все. Беречь надо было себя молодой человек. Я в смысле не понял, чего вы мне тут сказками рассказываете? Сейчас я все напишу. И он начинает писать то, что не может прочитать даже сам. Вот такую петицию написал, я попытался понять, ничего, он говорит, так, срочно на операцию, в ближайшее время, там сейчас график, график так, 18-го, вот 18-го на операцию, если вы сейчас операцию не будете делать, то у вас вот эта вот грыжа, она, видите, увеличивается, у вас ничего не имеет другая нога, и вы последствии, ну месяца через полтора, может быть меньше, вы вообще ходить не сможете. И скорее всего, ваша жена будет возить вас на каталочки. Но самое страшное, сколько вам лет, еще раз говорите, 40, да, 40 лет. Ну что, вы как мужчина уже будете бесполезен. Я говорю, а сколько стоит операция? Ну так, со скидкой 60 тысяч. Я говорю, а если денег нет, ну ваш выбор, так что, следующий. И вот я зашел к человеку, который является врачом, просто немножко болела нога, а вышел инвалидом второй группы. И стал наблюдать за собой, каждый день все хуже, 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 другая нога стала не иметь. Потом я не могу не сидеть, я только могу стоять или лежать. Жена говорит, ты чего? Я говорю, слушай, вообще просто боли адские, ночами я не сплю, только на колесах. Баралгин мой друг вообще. Я уже просто съедаю тоннами, то есть я не могу ничего. Моя мама и родственники собирают мне деньги. Я набрал деньги и поехал в больницу. Приехал к нему, он говорит, здравствуйте. Я говорю, вы меня не помните? Нет, не помню. А что такое? А, да, 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 да. Ну, тут у нас немножко завязочка, то есть перенесем операцию на две недели чуть-чуть попозже. Я уже все, я могу только стоять или это, или лежать. Все. И он, значит, выписывает там анализы, сдать туда-сюда, значит. Но тут одной операции не отделаться, тут, значит, надо еще это заблокировать, вот эти два позвонка, потом, значит, и следующие тут нужно заблокировать, за это все зашунтировать, то есть, чтобы они двигались, потом они обрастут, значит, он объясняет, они обрастут там, значит, тканью, потом все это заблокируется и будете, в принципе, таким киборгом, то есть, инвалидом второй группы. Ну, и он пишет опять свои прописи, значит, непонятные, что-то там. И я сижу, говорю, знаете, а может быть, есть какие-то другие способы, там, нетрадиционная медицина, мануальная терапия, иголки, ломики, там, что-то такое. Он говорит, нет, и он такой, знаете, у меня в моей практике за 25 лет был такой случай, он рассказывает такой с слухмылочкой, ко мне, значит, парня привезли, у него было 19 грыж, принесли на носилки, говорит, он садился, значит, работая в колхозе, ну, и там бабушка была его, значит, и вот я говорю, бабушка, тут вообще шансов нет, тут надо одни его пластать и пластать, то есть, поэтому, что он ходить уже просто не будет, и когда он уходил, он говорит, ну, денег нет, он говорит, ну, собирайте, продавайте куриц, там картошку как-то, ну, хочет, хоть хотя бы, чтобы сидел, чтобы не натаскать на носилках, чтобы хотя бы, вот, он крутил своими руками, и она уходит, говорит, а можно я буду в храм ходить, она говорит, да вот куда ходить, и говорит, через 8 месяцев приходит ко мне в кабинет, значит, парень с бабушкой, говорит, ну, мы набрали денег, внучку уже, говорит, получше стало, она говорит, ну, много же людей, откуда я помню, дает мне снимок, я, значит, втыкаю, смотрю на него, и ничего понять не могу, это не его снимок, говорит, идите, сделайте томографию, ему снова делают томографию, я беру два снимка, если бы там не было написано фамилии, и даты, я бы в жизни не поверил, я, сейчас этот снимок использую для того, чтобы показывать на кафедру, но еще кафедру студентам, сложный случай, из 19-ти, грыж две, он говорит, бабушка, как? она говорит, ну, вы сейчас разрешили, я в храм, Богородица, я, значит, на родник, я, значит, там всякие разные там мощи, и все, что там можно было, таскаю, то есть, лучше стало, говорит, вот был у меня один такой случай, поэтому, говорит, есть еще один случай, но он долгий, я говорю, какой он, молитва, неверующий человек, директор кафедры, который режет этих людей каждый день, говорит мне, пастору церкви, который учит людей, надо верить, надо двигаться, надо Господь силен исцелить, когда самого приперло, тем более, такие свидетельства, уже не хожу, то есть, все, как он сказал, вот как он сказал, так вот, прям по написанному все и было, я понял, кому я поверил, человеку с убедительной речью, он так убедительный, он был в белом халате, такая табличка, там, директор кафедры, трансплантологии, столько медалей, то есть, в кабинете столько грамот разных, и там и Тулеев, и второй Тулеев, и еще до Тулеева Кислюк, там, и там, я вау, там просто, там такое свидетельство, такая слава, я поверил этому человеку, и через веру в мою жизнь пришла болезнь, еще хуже, я приехал домой, встал на свои ноги, сказал, запретил всем, значит, повелел, чтобы все хрящи восстановились, все эти грыжи засохли, из такой веры, хотел повернуться, и так повернулся, что упал, и больше не встал, и лежу на кровати, думаю, господи, почему, это был процесс, длиною в три с половиной недели, когда я просто читал Библию, и каждый раз молился, и ничего не помогало, и однажды утром зазвонил в будильник, и жены не было рядом, он орет и орет, и я просто машинальный, чтобы заткнуть его, повернулся, выключил, и лежу дальше, как, я же больной, я попытался еще раз, получилось, я сполз с кровати, получилось, я пришел на кухню, налил чай, сижу, заходит жена, говорит, не поняла, ты же больной, ты что, все это время дурил меня, а она не поверила, в то, что Бог совершил чудо, потому что она реально видела, на протяжении нескольких месяцев, как я страдал, Бог просто, без условий, исцелил меня, потому что вера, строится на фактах, Слова Божьего, и мы все верим, но наша вера, очень часто, строится на фактах, далеко не Слова Божьего, на фактах обстоятельств, ситуаций, каких-то вещей, которые приходят в нашу жизнь, да, ты согрешил, и что это значит, что ты грешник? Конечно, но зачем тебе умирать во грехе? Писание говорит, что если ты осознаешь грех, то у тебя есть шанс покаяться, проблема, почему мы не каемся, мы не осознаем, что мы грешники, но если же ты осознаешь, что ты грешник, у тебя есть шанс покаяться, поэтому если у тебя есть грех, ты говоришь, я грешник, зачем тебе жить во грехе? Нам не нужно жить во грехе, нам нужно каяться в грехе, в чем привилегия христианства заключается? В том, что Иисус искупил нас, и мы не просто трещим, что Он нас искупил, мы живем искупленной жизнью, в конце концов, мы все святые, аминь? Почему? Не потому, что мы живем святой жизнью, а потому, что в натуре святые, мне не нужно доказывать, что я мужчина, равна как вам женщинам, верите, что я женщина? Да не надо даже верить, мне зачем верить, ты есть то, что ты есть, ты есть то, что ты есть, ты святой, спасенный, искупленный, сын Божий, Бог любит тебя, покрыл тебя благодатью, бесы смотрят на тебе кровь Христа, они шарахаются от тебя, до каких пор, пока ты говоришь, дьявол? Он говорит, да, не трогай меня, о, можно трогать, да? Не ходи в мой дом, мне уже разрешили уходить в мой дом, убирайся вон, говорит, я еще не зашел, ну, значит, можешь зайти, как можно выйти оттуда, где тебя нет? Сначала, значит, надо зайти, мы надо сами, свою жизнь программируем, как, на основании того, что нам говорят, ты знаешь, дьявол ходит за тобой, да он всегда ходит за тобой, он ищет, где бы ты, когда ты вляпаешься, он просто смотрит за тобой, вот с такую лупу, почему? Потому что ты предатель, ты предал его, он, понимаешь, планы строил, что ты будешь блудником, ты будешь алкоголиком, будешь наркоманом, будешь пахать на его царство, а ты однажды, ты не мой Господь, конечно, ему обидно, понимаешь ли, он строил, строил, работал, с детских лет тебя учил, воровать, обманывать, а тут в один день, бам тебе, и он сейчас ходит такой, конечно, ему обидно, он в депрессии постоянно, ну что ты все время праведный, только вляп, он только подсунет тебе какую-нибудь мину, ты вляпался, Господи, прости, эх, что ж такое-то, он только какую-то гадость состроит, там, ну ты вышел из себя, ну сгневался немножко, отошел в сторону, Дух Святой говорит, ты что парень, прости Господи, что я чудю, он говорит, эх, нам не надо жить греховной жизнью, потому что мы сегодня говорили, Артем говорит, Иисус спас нас, и это не какая-то особая новость, он спас нас, дорогие мои, он заплатил за тебя, ты об этом знаешь? Знаешь? Знаешь, потому что я тебе об этом сказал, потому что об этом говорит Писание, что он искупил нас своей собственной кровью, его цены было достаточно, заплатить за каждый твой грех, какой бы ты ни совершил грех, за него уже заплачено, знаете, все эти люди, живущие в этой стране, в этом мире, все спасены до одного, нет ни одного не спасенного, просто они об этом не знают, никто не скажет им, парень, вообще-то тебе не надо страдать, давай помолимся, когда мы в 94-м году открыли Центр, это было чудо, приезжает наркоман, его к комурик орежит, мы садим, мы дети во Христе, мы только покаялись, садись, сейчас помолимся, будешь спать, он говорит, как, короче, садись и все, утром соскакивает, спасибо пацаны, потому что он спал всю ночь, харю топил, так пузыряш летели, а это показатели, если ты спишь, все, он говорит, благодарю вас, убежал, и так по 20-30 раз заезжали, приедут, помолились за них, встали, ушли, свободные спят, неохота колоться, просто Бог по благодати своей, дорогие, нам нужно быть детьми, вот эти дети, видели, они дети, они воспринимают все как есть, папа сказал, значит правда, спать, значит спать, попробуй сказать, а не хочу, получишь, но то же самое в нашей жизни, нам нужно быть послушными Слову Божьему, на самом деле, Евангелие, самое простое, что у нас есть, Бог не хочет усложнять нашу жизнь, мы сами ее усложняем, я хочу вас поздравить, 18 октября 2015 года, вы все спасены, 100%, если вы до этого дня сомневались, так я спасен давно, я же давно хожу в церковь, а что ж тогда молчал, Писание говорит, да не надеяться, сомневаясь, что-то получить от Господа, если ты сомневаешься еще, ну я как бы спасен, но, я как бы спасен, но, что за мной, кого мы погоняем, как но, но отдых сделать, хватит уже но, пора уже остановиться, в своих умствованиях, там, брожениях каких-то, и начать жить, в конце концов, в христианской жизни, если Бог говорит, да, значит да, если Он говорит, белое, значит белое, там не может быть, белочерного, нам, знаете, нам вообще-то сейчас, все время, вот по этой белой полосе, все, у нас не может быть, полосатой жизнью, ну как же пастор, у всех же есть искушение, зачем тебе все, зачем мне все, у меня, зачем нам смотреть на кого-то, нам смотреть на Христа, но мы же знаем, дорогие мои, Бог не даст нам искушение, больше, чем мы не можем выдержать, поэтому, если вы что-то сегодня испытываете, это легкое страдание, но Писание говорит, это легкое страдание, там еще никому морду не разбили за Христа, вообще-то, никого не стреляли из пистолета в голову, не отрезали еще никому ничего, слава Богу, нам боится вот этих, мы боимся вот этих вот ужасов, христианину отрезали голову, ну и что, благодать какая, прикинь, сразу на небеса, не тебе кредиты платить, не тебе за квартиру платить, сразу на небеса, да слава Богу, и Бог не дает нам такой смерти, почему, он говорит, подожди, еще рано, он еще сомневается, спасен я или нет, а вдруг я потеряюсь, как можно потерять то, что есть, мы спасены в натуре, серьезно, мы в натуре спасены, это плоть греховная всего лишь, эта оболочка останется, мы в натуре спасены, потому что Иисус искупил нас кровью своей, заплатил цену, все, теперь примерно происходит следующее, когда мы стоим, когда мы здесь на земле живем, там отец, сын, Дух Святой здесь, и дьявол, Иисус, Бог восседает на престоле славы, наблюдает за тем, чтобы его слово сбылось, дьявол приходит все время, и чешет про нас, врет, смотри на Машу, видишь, вот она сейчас, смотри, за проезд не заплатила, имея полное право, она украла 16 рублей, имея полное право, взять 20, почему 20, налог, понимаешь ли, пений, он говорит, Иисус, что ты скажешь, искупил уже Машу за этот грех, но Маша не кается, дьявол говорит, имею право взять, имеешь право, берет, но если Маша кается, извини, Маша выходит из автобуса, забыла, забегает, извините, забыла заплатить, кондукторы болты вот такие, Машу запомнила на всю жизнь, что такое в истории, первый раз, теперь в следующий раз Маша заходит, здрасте, здрасте, мы никого знать не знаем, нас все узнают, почему, потому что мы живем святой жизнью, мы свет этому миру, и когда свет приходит во тьму, знаете, там все вот так делают, а знаю этого, да, странный вообще парень, существом и здороваются, добрый слава, как я хорошо выгляжу, я целый день пик-пик-пик-пик-пик, в галлажуре пик-пик, эти рожи видеть не могу, и тут от женщины, вот так очаровательно она выглядит, в этой пилоке своей синей, в торговом центре, я, вы, от вас еще и хорошо пахнет, спасибо, все, она обречена на спасение, потому что она будет наблюдать каждый день, пик-пик, здрасте, дорогие мои, нам нужно жить христианской жизнью, это самое начало христианской жизни, основание нашей жизни, это вера в то, что я спасен, почему я спасен, почему ты спасен, потому что так говорит его слово, его слово говорит, что если я исповедую Христа Господом, поэтому спасен, спасен не потому что, спасен, потому что так говорит его слово, я верю в его слово, который говорит, если я исповедую Иисуса Христа Господом, сердцем поверю, то спасен я, все, вот почему я спасен, не потому что я хожу в церковь, церковь это следствие моего спасения, не потому что я езжу на миссию, это следствие моего спасения, не потому что не пью, не курю, это следствие моего спасения, Я спасен, потому что так говорит Его Слово. И сам Бог наблюдает за тем, чтобы Его Слово сбылось. Вы до тех будете спасены. Пока однажды не засомневаетесь, скажете, ну да, как бы я спасен. Ну, как-то вот у меня что-то вот грехи меня одолевают. Так одолевают, покайся. Ну, я как бы каюсь и грешу. Так ты не греши. Ну, я как бы не грешу, конечно. Но я вот когда грешу, каюсь. А потом оправдываюсь. Ну, и все же греша. Зачем нам себя оправдывать пред Богом? Нам нужно, чтобы Бог нас оправдал. Когда ты каешься, ты не давай себе шанса больше грешить. Ты даже не думай о грехе. Ты даже не позволяй дьяволу, говорит, подожди, еще вляпаешься. Кто-то другой, но не я. Меня спрашивают, вы что, святой? Вы спросите меня, я святой? Я святой. С меня можно икону рисовать, и она мироточить будет. Просто все иконы, которые нарисовали, они неудачные. Не могут передать глубины моей веры. Потому что это всего лишь картинка. Видели внизу, сколько икон? Когда пастор очередной приезжает к нам в церковь, и говорит, можешь сказать, сын, зачем? Я жду, когда мироточат хотя бы одна икона, чтобы у нас была хотя бы одна святыня, чтобы могли порубить его на куски и строить храмы. Кстати, у нас святыня. Мироточат икону. Значит, что надо? Разобрать его на ступовой набор, и у нас теперь будут мощи. А он говорит, не надо меня фотографировать. Не надо. И уходит, что уговаривает. Я шучу так. Мы святые, дорогие мои. Нам нужно жить святой жизнью. Нам не нужно жить во грехе. Потому что грех – это единственное, что разделяет нас с Богом. Вот почему нам трудно молиться. Вот почему трудно прославлять Бога. Почему трудно жить христианской жизнью. Просто идти по этой улице, не заставлять тебя. Пастор, так трудно евангелизировать. Разве трудно евангелизировать? Если ты ходячий евангелие, как тебе трудно жить-то? Ну что, нам трудно жить? Кому трудно чистить зубы? Мне. Потому что надо напрягаться. Брать эту пасту, мазать там, туда 20 раз, сюда 20 раз, вот эту процедуру. Потому что, знаете, почему трудно? Потому что тебе говорят, ты должен чистить зубы. Родители говорят, ты должен чистить зубы. Если ты не будешь чистить зубы, они у тебя вывалятся. Знаете, я чистил зубы, они вывалятся. Одни кастрюли, короче. Это не мои зубы, это все фарфор Я очистил их усиленно И они все равно вымолились Это не от меня Не от того, что я должен И я не парюсь по поводу того, что у меня нет зубов Ну нет, вставлю другие, какая разница Нам нужно попроще смотреть на вещи Жизнь это не сложно Знаете, Маркин и сказал Жизнь это не проблема, которую надо решить А то мы все время решаем проблемы Жизнь, проблема Это таинство Надо просто прожить Попал в трудную ситуацию Папа, помоги У нас Папа Небесный есть Господь, помоги И Он обязательно придет на помощь Когда? Прямо сейчас? Его помощь благовременная У Него есть время? Он знает, когда? Я спросил однажды, что ты хочешь? Шоколад утром, хорошо, на тебе В обед надо супчику Что ты хочешь? Суп или шоколад? Шоколад Ладно, вечером, думаю Вечером проголодался же, правда же Что ты хочешь? Шоколад Я говорю, короче Хватит шоколад Надо жить, нормальная еда есть Он, папа, я хочу шоколад И он хочет шоколад только Но я-то взрослый человек Я же понимаю, что нельзя кормить одним шоколадом Я же его люблю Поэтому, когда он кушает суп И там по краям раскладывает свеклу Морковку, лук Я говорю, так, короче, парень Будем смиряться И есть все И он считает меня злым отцом Но на самом деле я добрый отец Потому что, если бы я был злой отец Я бы давал только один шоколад Нам нужно доверять Богу Мы иногда не знаем, кто такой Бог Мы думаем, что Бог Это просто игра какая-то Знаете, Он отец Он еще дана соответственность Доверяйте Богу Он вас любит Он доказал свою любовь Я хочу сказать, вы так же любите Бога Потому что ничто не может заставить вас Тащиться в восемь вечера По холодной улице куда-то Как только не любовь Потому что любовь всегда Находит возможность А отсутствие любви Знаете, что? Причину Я не пришла Почему? Я на работе Ты не пришла, потому что ты не любишь Не надо обманывать Не веря Почему? Не веря, это тоже самая вера Мы смотрим на этого мужика В голубом пиджаке В зеленом галстрах Говорят, завтра ваша жена Циклон, мантициклон И мы бежим закрывать пленкой огурцы И утром просыпаемся А никакого даже нет огурцы Ну вот гад какой И все равно верим ему Потому что он попадает периодически Раз в пятилетку Он говорит правильный прогноз И мы верим ему Мы поехали однажды На сплав Молодежь говорит Пастор, мы не поедем на сплав Я говорю, почему? Всю неделю дочь Я говорю, мы помолимся Там, где мы будем ехать Дождя не будет Они говорят, как это? Я не знаю, как Вам нужен дождь? Нет Мы приезжаем Берем Раскладываем катамаран Надуваем Дождь льет Мы все вычисли на меня Так смотрим Ребята, все будет нормально Мы дальше накачиваем его Там накачали Сели Сели в него Дождь льет Все гребут с такими рожами Я говорю, ребята Дождя не будет Он говорит, один бросит Как не будет? А это что? Я говорю, это легкий дождик Это конец этого дождя И мы заворачивали за поворот И нет дождя Всю неделю не было дождя Мы сгорели Потому что никто не взял с собой Ни крем Ничего Все смотрели на этот Фобос И говорили Вот Фобос говорит Фобос говорит Зачем нам Фобос говорит? Бог говорит Если двое или трое Согласятся о чем-то Простите меня Я сделаю Слава Богу Что нашел еще один человек Моя жена Я говорю, дорогая Молись Что все это время Не было дождя Вот в чем ее помощь Вот помощница Не посуду мыть А молиться за меня И Бог совершил чудо просто По молитве святых Это невозможно Потому что для того Чтобы где-то не было дождя Нужно, чтобы дать Тихим океанам 11 дней назад Все это перестало там Испарение Оно должно пройти Через весь континент Где-то пролиться Я не знаю Как это Бог делает Но Он это делает Потому что Он Бог Физики все могут объяснить Нам не нужно слушать физиков Нам нужно слушать Бога И тогда наша жизнь Будет чудесной Позвольте Богу Совершать чудеса Мы не позволяем Потому что мы не верим Как это будет? Как это у человека Может вырасти нога? Как это? Вот так И все Я не знаю как Как формируется В утробе матери Кости Как? Жена приносит Для ребенка Говорит Твой сын Как мой? Он вообще не похож Но мне нужно Принять его Верой Все мужчины Женщины Они принимают детей Верой Она говорит Это твой? Ну значит мой Потому что любят Они любят И принимают этих детей Хотя они вообще не похожи Сейчас только я обнаружил Что у него ногти такие 23 года Я заблюдал за ним Вообще не похож Всяко раз Засмотрел Ну все не похожи И темный Я белый Он темный Я толстый Он худой У меня нос такой У него другой Уши Уши другие Я все Слава Богу Через 23 года Вера Делает чудеса У него такие же пальцы Как у меня Знаете У рыбака иногда Больше веры Чем у нас Я смотрю Периодически Тут ходят странные люди Утром С удочками Пластиками Идут на эту реку И все ловят рыбу Я удивляюсь Однажды Брату говорю Он говорит Пойдем на рыбалку Я не рыбак Он говорит Да я рыбак Я говорю Ну я-то не рыбак Ну просто ради компании Вот мы решили рыбачить рыбу Я не рыбак Я всегда Я не рыбак Я ненавижу эту рыбу Я лучше пойду Куплю эту рыбу Зачем мне это надо Он говорит Да ты чего Это такое наслаждение Вот мы пришли Значит Я ходил Ходил Нашел лунку Там в лунке Значит Рыба стоит Я О Он носится По этой Я значит И вот моя рыбалка Я пытаюсь этой рыбе доказать Что этот червяк очень вкусный Чтобы она его Она в наглую рожу Она-то верит Что я не рыбак Потому что я своими устами Исповедую Я не рыбак Вот этот парень мимо пробегает Просто мимо Вот так бросил И эту рыбу Чпок Я бросил эту удочку Сказал Все Как Почему Потому что он идет на рыбалку Берет с собой Вот такой кан Кучу наживки Идет туда Где нет рыбы Знаете Я ни разу не видел Ни одного рыбака Чтобы он пришел Без рыбы Я сколько раз Хожу на рыбалку Хоть бы одного Мульгана поймать Ну не ловится рыба Вот Ну Ну есть люди Приходят и ловят Знаете Я сколько раз видел людей У нас У нас в этом церкви Протекает река Ее называют Вонючка Потому что туда стекает Канализация вся городская Там вообще ничего Там даже Головастики не живут К нам приехал Один брат с Норвегии Вит Река И мы не можем Объяснить Что тут нет Он пошел Нашел какой-то Крючок Закрутил И давай Мы ржем Он рыб Слушайте Он в этой вонючке Поймал Несколько рыб Как Приносит Это можно есть Там один пескарь был И мульган Говорит Ты где взял Он говорит В реке поймал Я говорю Как Там ничего не живет И он И он в этой реке Где ничего не живет Поймал Две рыбы Знаете как Верой Верой Он то не знал Что там рыбы нет Он же пошел Ловить рыбу И он ее поймал Вот эти все рыбаки Которые ходят ловить А вы спросите их Как они ловят Они знаете Все говорят Вот такая сорвалась Вот любой рыбак Вам будет рассказывать Истории Как он ловил Китов Как он однажды Пошел поймал 50 ведер Все они Даже если они Не Ловят Они верят Что они Однозначно Поймают И ловят Вот каждый раз Идут И ловят Несут и несут Несут и несут Почему Веря Вера Они верят И они получают Кстати Почему у нас нет Не верим Что это возможно Да все Богу возможно Дорогие мои У нас был случай Одна женщина ее парализовала Просто парализовала Ее там как-то Лечили Через это она уверовала Но у ней пропала речь Просто пропала речь Она приходит в церковь И не может говорить Не может славить Бога У нее язык И ей говорит Пускай пастор помолится Я говорю Чего вы ко мне посылаете Мне достаточно веры За исцеление Сами молитесь Она же к вам приходит Не ко мне Знаете Мы иногда странно поступаем Бог хочет в нас растить веру Человек подходит ко мне Говорит Я больной Да я тоже болел Я к пастору прошел Она к тебе подходит Ты и молись К тебе же подошли Вот она подходит ко мне И сестра объясняет Она не может говорить Ей надо значит это Как будто я не понимаю Что она не может говорить Я говорю Что вы хотите Она там пытается Объяснить Короче так смотри Я сейчас за вас помолюсь И Бог откроет вам уста И вы будете говорить Согласны Она такая Согласна Я молюсь Мне внутри такое Скажи ей Чтобы она стих выучила Я помолился Сестра У меня знание Дар знания сейчас был Тебе надо стих выучить Она такая Типа какой Любой вообще Вот просто любой стих Хоть попрыгунь из трекоза Хоть любой просто В течение двух лет Она молилась Она молилась каждый день За исцеление И бесполезно Я говорю Что тебе стоит Просто возьми И просто выучи стих И одна же на праздник Жатва Она вышла И решила Рассказать стих И когда она стала Рассказывать стих Ее уста Открылись И она рассказала Она рассказывала стих И ревела Потому что она Два года Личной жизни Угрохала на то Чтобы сопротивляться тому Что Бог сказал сделать Всего лишь Знаете Иногда Бог просто говорит Он настолько просто говорит В нашу жизнь Что нам нужно просто сделать И все Через уста пастора Обстоятельства Ситуации Просто сестра попросила Пойдем со мной поприще Некогда мне свое поприще Мне собаку надо выгуливать А утром Господи Используй меня Если хочешь Я отдаю тебе свою жизнь Он говорит Хорошо Хочу совершить чудо Дай мне дар веры Все гораздо проще Нам нужно быть внимательным К тому что Бог говорит И верить в то Что все что происходит В нашей жизни Это исключительно от Бога Все же от Бога Иисусом Христом Примирившего нас с собой Давшего нам служение Примирения Все что происходит В вашей жизни Бог Поэтому нам нужно Постоянно насыщать себя Божьим словом И от этого наша вера Будет постоянно расти Вам нужно кушать Слово Божие Оно станет частью вас В последствии Знаете Если вы сейчас возьмете Хлеб Покушаете Он станет частью вас Возьмите кровь на анализ Там будет везде Кусочек этого хлеба Вам нужно насыщать себя Словом Божьим И это станет частью Вашей жизни Вы думаете Что я заучил Вот эти места писания Которые я сейчас цитирую Они стали частью моей жизни Поэтому когда я прихожу Куда-то Я их цитирую Потому что мне нужно Основание Для того чтобы говорить Слова веры Для этого нужны факты А для того чтобы знать факты Нужно их изучать Нам нужно говорить Дьяволу У тебя нет никакого места На каком основании Потому что кровь рестала на мне Понятно Что сразу ему отказать Что рычишь как этот С ума сходишь Кричишь тут Пену пускаешь Как я прям Мы иногда Не знаем власть Поэтому через каждые пять минут Говорят Аминь да Аминь да Аминь да Скажите аминь Сказали Потому что сам не верю Что говорю Мы должны быть уверены В том что мы говорим У нас должны быть факты Если Бог как говорит Значит так будет Если писание говорит Спасешься ты Весь твой дом Им некуда деваться С этой подводной лодки Не парься по поводу того Что они спасены Парься о том Чтоб ты был спасен И они никуда не денутся Они даже спросят тебя Сколько можно Сколько можно ходить В эту церковь Сколько ноги носят Я схожу посмотрю Что там с вами такого делают Пришел Попал Поэтому насыщая тебя Словом Божиим Впоследствии Оно будет частью тебя И вы И вы будете видеть Как дела Божьи будут происходить Вам нужно быть Немножко смелыми в вере Вам нужно позволить Чтобы это действовало Вам не нужно бояться Что вдруг не получится Однозначно получится Знаете Если вы молитесь за исцеление Исцеление уже пришло Просто вы этого не видите Но это же не значит Что его нет Оно есть Просто вы его не видите Иногда исцеление Это процесс Иногда сразу Приходишь Жду Раз выдрали Сразу Две секунды Тя Нету А иногда Процесс Восстановление происходит Чтобы орган сформировался Нужно время Это же не как в сказке Трах тебе дох Нет Нам нужна вера В то что Бог действует Он продолжает действовать И это принесет плод В свое время Поэтому когда ты просишь Господь благослови Благословение уже пришло Знаешь когда? Прямо сейчас Ты говоришь Почему я этого не вижу? Потому что есть время Ты сказал сейчас А Бог дал там Нужно дойти до этого О надо же Я молился 15 лет назад Бог так и сделал Спасибо тебе Господь Конечно И в тебе вера Фау просто Многие молятся годами Ничего не происходит Почему ничего Как уже все произошло Просто ты В пути Одна сестра Раз так меня благословила Пастора хочу вас благословить Я говорю А где? В пути Меня чуть не вынесло Как в пути Хотелось бы прямо сейчас Во имя Иисуса Прошло 3 года Я забыл об этом пути Я не молился честно Ну всякие люди странные бывают Ну мало ли у кого не хватает в голове Она была странная женщина очень Она жила вообще в Киргизии Через 3 года я приезжаю В ту церковь где была Она подходит Здравствуйте пастор Меня помните? Извините Нет Не хочу таких людей помнить Она говорит Вот вас настигло благословение Господне Я говорю А что это? А помните 3 года назад Я вас благословила? Я говорю В смысле? Тебе надо было ждать 3 года Говорит Это вам надо было ждать? Странная женщина Научила меня В один день Пониманию того Как Бог действует Очень часто мы не получаем Почему? Сомневаемся Мы помолились Время прошло Ну значит нет на то воли Божьей Он говорит Я свободен Ну значит Мы утверждаем Значит нет на то воли Божьей Почему нет воли Божьей? Воля Божья есть Она благая, угодная и совершенная И многие из нас Сталкиваются с моментом Когда мы верили во что-то Знаете Хуже того Некоторые люди не понимают Как вообще работает вера Знаете Святое Писание говорит нам Как нужно относиться к вере Смотрите Римлянам 10-17 Итак Вера рождается Она рождается от Слова Божьего Итак Вера от слышания А слышание От Слова Божьего Мы должны позволить Чтобы Слово Божие Оно Могли слышать Слово Божье Почему мы приходим на собрание Знаете Вера не рождается от нашего желания Она рождается От Слова Божьего То есть Семя Слова Божьего способна зачать и родить внутри нас веру нам нужно говорить нам нужно вкладывать внутрь себя нужно читая библию размышлять вообще о чем ты читаешь и когда пришлось размышлять на своем можем это себе не счет расти бог периодически будет поливать это в твоей жизни исцеление благодать пророчества дар мудрости знания бог будет создавать ситуации чтобы ты мог палить это слово чтобы оно начало расти знаете этого недостаточно чтобы женщина получила от бога у тебя будет ребенок ты же аллилуйя и сидишь ждешь 5 лет ждешь 7 лет ждешь то 4 сестра замуж не хочет бог сказал мне будет ребенок а как будет не знаю как это будет однозначно подожди это процесс двух людей поэтому когда мы гремовери это процесс двух людей тебя и бога ты исполняешь свою часть он Он исполняет свою часть. Когда ты свою часть не исполняешь, он свободен. Поэтому нас называют ссорработники у Бога. И тогда в нашей жизни ничего не происходит, потому что мы сидим, мы ждем, когда. Он говорит, я уже все сделал. Давай, двигайся. Скажи. Сделай. Благослови. И я исполню свою часть. Нам нужно сделать шаг веры. Выступить тогда, когда мы не знаем, что будет завтра. Для того, чтобы нам сделать, пройти путь, нам нужно сделать первый шаг. Этот шаг сделать труднее всего. Подойти. Знаете, когда я просил у Бога, чтобы он меня научил, меня пророчествовать. Знаете, и Бог говорит, открой свою ста и начни. Я говорю, как? Я подошел к одной женщине и говорю, Бог говорит. И меня прорвало. Я болтаю, думаю, что я говорю, вдруг это не сбудется. А я говорю и говорю. И потом, когда я сказал, я понял. Я такого наговорил, что мне нужно лучше верить. Потому что если это не сбудется, тебя прикончат. И она говорит, это сбудется? Конечно. Я верю в это. Утро прибегает. Откуда вы знаете? Я такой думал, вот это да. Меня самого вынесло реально. Я сам себе удивился. Какой я крутой. В следующий раз я уже знал, как Бог говорит. Поэтому когда мне пророчество, я знаю, как Бог говорит. Я никого не прерываю. Люди много пророчествуют. Но я знаю, как Бог говорит. Это мой опыт. Мы должны возрастать и позволить Духу Святому действовать во всех дарах Духа в нашей жизни. У Него достаточно благодати, чтобы ты мог быть использован во всех дарах, не только в одном. Позвольте, сделайте первый шаг. Желайте этого. Думайте об этом. Размышляйте. Бог исполнит обещанное. 1 Коринфянам 12.9. Иному вера тем же Духа. Знаете, вера это дар Святого Духа. И вначале должна быть, он вначале должен быть помещен внутрь нас. Знаете, есть огромное количество свидетельств Библии, которые говорят, как работает вера. Давайте прочитаем одно. Я просто ограничен временем, поэтому быстренько буду сейчас. Матвея 8.5. Вот эти все моменты, которые написаны в Библии, они позволяют расти нашей вере. Смотрите, как просто действует вера. Когда же Иисус вошел к Апернауму, к нему подошел сотник, спросил его, Господи, слуга ему лежит дома, парализованный, жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же отвечает, сказал, Господи, недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но скажи только слово и выздоровеет, слуга мой. Ибо и я, подвластный человек, но имею себя в починении воину. Говорю одному, пойди, идет к другому, приди, приходит слуге моему, сделает то и делает. Услышав это, Иисус удивился и сказал, идущему за ним. Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И вызвел слуга его в тот же сяш. Размышления о Слове Божьем. Когда мы начинаем размышлять, внутри нас начинает расти вера. Брат, дай-ка мне Библию. У тебя настоящая? Настоящая, спасибо. Вы видите, как работает вера? Я просто сказал Слово. Парнишка подскочил, побежал, дал, сел. Я говорю, да, наобратно. Он опять соскочил. Слово имеет силу. Когда мы говорим слова, мы должны понимать. Наши слова имеют действие. Слово приходит в движение. Оно приводит в движение все. Поэтому будьте внимательны к тем словам, которые вы говорите. Вообще-то они работают. Я ни в коем случае не хотел тебя обидеть. Я просто хотел показать пример. Извини, что я тебя не предупредил. Ты меня прощаешь? Потому что я еще раз тебя сегодня использую. Можно? Просто почему? Потому что в тебе есть вера, ты мне доверяешь. Никто больше бы не дал мне Библию. Серьезно. В тебе прям классно. Итак, размышляя над Словом Божьим, знаете, мы позволяем Духу Святому взращивать внутри нас веру. Все, что нам нужно, только понять. Это не просто книга. Это Слово Божье. Вот вам пример. Парень знать меня не знает. Я говорю слово. Вот знаете, как часто бывает. Вы сидите дома, кто-то. Да-да. Раз нарисовался. А если вы молчите? Вот я никогда не хочу видеть некоторых работников офиса. Они постучатся и уходят. Но есть некоторые, которые вот так. Это неверующие. Они не стучатся. Они констатируют факт, что они заходят. Им стучатся это просто так. Нарисовать, что это я. Поэтому есть некоторые, я молчу. Молчу. И они уходят. А некоторые, да-да. Раз, нарисовались. Это действие Слова. Поэтому, когда вы размышляете, читаете Библию, вы должны размышлять над действием Слова. Сотник говорит. Иисус, не надо тебе себя утруждать. Зачем? Ты скажи только Слово. Я говорю, я как-то я Сотник. Говори, одному приди. Приходят. Да я говорю, уходи. Так и ты. Ты Бог. Скажи Слово. И он выздоровеет прямо сейчас. Мне, знаете, иногда не бывает ситуации, чтобы помолиться за людей. Я просто не могу физически. Я беру салфетку. Молюсь на нее. Говорю, сестра, воздушишь на больного, руки положишь, и он исцелится. Раз одной сестре дал, она приходит через две недели. Пастор, можно еще салфетку? Я говорю, в смысле? Она говорит, мы ее нарезали, уже выпили всю. Я говорю, как выпили? Куда выпили? Помогает, знаете, мы помолились за ребенка, за бабку она исцелилась, за детку исцелилась. Потом у нас заболела сестра. Она говорит, мы уже не знаем, может не работает. Дали ей кусок салфетки, она, говорит, съела. Ей помогло. Я говорю, вы что чудите-то? Зачем вы чудите? Она говорит, а что, не надо было? Я говорю, конечно, она одноразовая. Они говорят, а мы не знали, но они все исцелились. Они исцелились не через салфетку, а вера в то, что эта салфетка может и... Если один исцелился, исцелятся все. Вот откуда появились святыни. 15 плащаниц, 20 ногтей Иисуса, 50 волос. Это вера. Мы по вере даже травимся. Мы приходим в магазин, если там Е503, 503 вредит. Кто сказал? Какая-то Малышева вышла с утра. Вы знаете? Если вы будете есть, у вас будут бляшки. И ты не ешь там бляшки. В описании даже что-то смертоносное выпьешь, ничего тебе не повредит. Покупай на торгу и не рассматривай вообще, какие там Е5080. Какая тебе разница? Купил и съел, и все. И радуйся. Вера Божья должна быть. Нам не надо бояться ничего. Я когда приехал в Афганистан, знаете, со мной был брат. Он брат с Калуги. Он набрал с собой воды. Мы через границу проходим, затаренный водой. Ему сказали, что там нельзя пить воду, потому что она... Ему сказали, если ты выпьешь хотя бы немножко воды, у тебя сразу будет желтуха. Потому что у них нет канализации, все это стекает. Ну, то есть нет просто в стране канализации вообще. Ну, такое понятие. У них вот дырочка там сходила, затолкнул за забор. Я там даже не волнуют. Ну, такая культура, мы не можем их осуждать. Поэтому там... Я говорю, мне это надо. Бутылка воды стоит 2 доллара. 2 доллара! Я пришел, но я не могу позволить себе 2 доллара. Вы можете 120 рублей за бутылку воды, за культуру заплатить? Я не могу, извините. Может быть, там какая-то у вас очищенная. Мы говорим, это у вас очищенная вода? С какой скважины? Да какая она вся из крана, ребят? Просто одни более воры, а другие менее совестные. Вот и все. Я говорю, я верю в Бога. Пошел, значит, пришел к ним в дом. Пришли, живем у этого с бутылками, значит, они над ним такие. На меня смотрят. Я говорю, налей водички. Он говорит, она у нас. Я говорю, давай водичку. Он такой наливает мне. А вот сейчас выпьешь. Я говорю, короче, смотри. Во имя Иисуса Христа связывай всякую гадость в этой воде. Выпивай. Он такой. А, ладно. Ходит, смотрит за мной такое. У тебя все нормально? Я говорю, у меня все нормально. Вечером у тебя все нормально? Я говорю, да. А ты где живешь? Я говорю, в Сибири живу. А у вас там как? Там что, нормально? У нас все нормально вообще. Я чищу зубы. Все семь дней я, значит, ем с ними, пью с ними. Все, что есть. Не потому, что я такой рискую. Потому что у меня просто ограниченное количество денег. Если я покупал воду бы за два доллара, через два дня мне надо было уезжать. Конечно, были бы возможности. Я, может, не рисковал. Ну, что делать? Ну, так получилось. На второй день брата моего с Калуги вырывает. И он все с ним не сидит на горшке. Съел все таблетки в округе. То есть, его с этой воды нормальные. Бьет, короче. Мой Афганистан прошел, значит, в миссии его. Созерцая через маленькую дырку на все, что происходит. А вообще-то он приехал снимать фильм. Ничего не снял, кровь его свидетельства о том, что Бог целитель. И это было свидетельство для людей. Что есть странный человек. Они все пришли на меня посмотреть на четвертый день. Двое покаялась. Вот так Бог действует. Нам не надо бояться. Нам не надо бояться раков. Каких там, креветок, какие там живут в голове. Что там еще? Не надо бояться. Это рыбий мир, знаете. Одна сестра говорит. Пастор, а сколько лет? Я говорю, сорок восемь. Вам уже сало нельзя есть. Почему? Холестерин, понимаете. Спасибо за откровение. Но я сало люблю, извините. Я верю, что оно смазывает все мои внутренние органы. Все по вере, дорогие мои. Мы должны исповедовать правильное исповедание веры. И ничего не повредит тебе. А даже если повредит, самое страшное, что с тобой может произойти. Это избавление. От этого бренного тела. Наконец-то эту храмину выбросим. И к Господу. Там все наши друзья, родственники ждут нам. Приготовили квартиры. Говорят, фу, еще один добрался. Заходи в радость господина своего. Что нам бояться? Что мы можем потерять? Моя бабушка всю жизнь работала. В 56 лет умерла от кровоязлияния мозга. Мы два дня с отцом жгли ее богатство. Для нее это было богатство. Для нас хлам. То, что для тебя сегодня богатство, для твоих детей, это хлам. Поэтому избавляйтесь от хлама. В 56.1.3. Итак, вера растет. Смотрите. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша. Итак, каждый человек сам определяет границы действия своей веры. Мы не должны прилагать усилия для того, чтобы границы действия нашей веры не росли. Мы должны прикладывать усилия, чтобы они росли. Нам нужно прикладывать усилия. Разграницу. Знаете, вот я помню, когда нам с отцом дали дачу, там было 6 соток. И потом хозяин этого дачного участка говорит, в принципе, можете вот этот вот кустарник забрать. И для того, чтобы нам расширить границы, нам с папой пришлось попотеть. Нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы расширять. Поэтому нужно делать шаги веры. Если Бог говорит, сделай шаг, сделай. Вам не нужно бояться. Страх вообще это не от Бога. Страх от дьявола. Сделайте какой-нибудь сумасшедший шаг. И увидите, как Бог сделает чудо. Я однажды сидел на работе. Там собралось 21 неверующий человек. И я один среди них. И они, знаете, что сделали? Ужасно. Чтобы я не сидел с ними, не проповедовал. Они взяли на дверь, прилепили. Вот такой огромный календарь с голой женщиной. Она была полностью раздетая в страшной позе. Я захожу и они такие. Как тебе? Нормальный христианин что будет делать? Орать, рвать, доказывать, что это все мерзость. Они нормально говорят. Хай, ладно. Я поживу на стакере. Всю неделю я, значит, там. Они, вот так, видишь, одна там бумажка может тебя выгнать. Вот ты какой христианин. Я говорю, ничего, ничего. На следующее собрание я беру в христианском магазине. Вот такой их календарь. Иисус разрывающий все эти цепи. Иисус спасает, исцеляет. И вешаю рядом. Они, э, что это такое? Я говорю, это картина, понимаешь ли? Им для того, чтобы смотреть на это, нужно было смотреть на это. Но почему-то это раздражало их больше, чем это. И они говорят, так, короче, давай так. Мы убираем свое, ты убираешь свое. И вот так одержали победу. Самоседший шаг. Нам не надо доказывать. Нам нужно просто жить христианской жизнью. И все. Нам нужно спросить у Бога, что ты хочешь? Я говорю, Господи. Я хочу, чтобы они все покаялись. Что мне сделать? Бог говорит, просто пригласи их на собрание. Я однажды набрался сию. Дождь льет. Я говорю, ребята, поехали вечером на собрание. 14 календарных собраний ехали. Они говорят, не поедем. Я говорю, ради вас Бог чудо сделает. Вот дождь прекратится. Как это прекратится? Я говорю, когда мы поедем, дождя не будет. Точно вам говорю. Бог говорит, смотри на барометр. Барометр вот так загнулся, показывает, что там шторм. Он говорит, чтобы ему измениться, нужно сутки. Но если дождя не будет в 6 часов, мы поедем. Они такие, зная, что они не поедут, я побежал молиться. Господи, пожалуйста, прошу тебя, иви свое чудо, иви свою благодать. Докажи этим халдеям, что ты действительно Бог. Без 5-5 дождь. В 6 часов ровно ливень. Они такие, ну, что? Бога нет. Я говорю, я не знаю, нет ли Бога, но Бог есть. Дождя не будет. Ваши часы врут. Вот, через одну минуту, заканчивается, появляется вот такое окно. Солнце. Вокруг дождь льет. Над тем местом, где мы солнце. Говорят, а? Ну, нет, мы говорили, чтобы нигде не было. Говорят, так, стоп, ребята. Дождя нет? Нет, собираемся, все едем. Они идут. Вот, там, где мы были, мы поехали на собрание, на рабочей машине. Все время не было дождя. Мы просили, они сидели с такими рожами. Слушай, Евангелие, значит. Дождя не было. Мы сели в машину, дождя не было. Приехали на работу. Как? Зарядил дождь. И все это время был дождь. Бог верен. Он заинтересован. Поэтому нам нужно расширять границы своей веры. Делать вещи. Двигаться в вере. Не бойтесь. Бог поддержит вас. Он никогда не предаст вас. Он всегда укрепит вас. Потому что вы двигаетесь в вере. Аминь. Марк 11, 20. А я уже 15. Еще 5 минут? Ага. Я должен уважать. Я, конечно, могу сколько угодно. Один пастор однажды сказал. Можешь сколько угодно. Без 15. Однажды. Парень, ну. Может быть уже домой. Ну ты же сказал сколько можно. Поэтому я у Артема спросил. Он говорит. И все. Поэтому я вынужден буду каждые 5 минут спрашивать разрешение. Марка 11, 24. Потому говорим. Можно вывести вот это местописание Марка 14, 24 на экран? Смотрите. Обалденное местописание. Это местописание, которое является моим любимым местом. Смотрите. Здесь написано. Потому говорю вам. Это не я говорю. Это Бог говорит. Читайте вот это слово. Стоп. До запятой. Громче. Вот это меня всегда выносит. Где тут границы? Покажите мне. Ну ты знаешь, где? Тут все говорится. Значит все. Когда я прочитал это местописание, я жил в однокомнатной квартире. У меня на стене были грибы. Потому что внизу в подвале была канализация. Я прочитал. Господи. Во имя Иисуса. Я буду. Нет. Может быть, Господь, если есть на то твоя воля. Нет, это не была такая молитва. Господь. Да пусть есть. Не было такая молитва. Пусть. Не было. Было так. Да буду я жить в новой квартире во имя Иисуса Христа. Это была пятница. В среду я лежал в двухкомнатной квартире на диване. Они говорят, господи, это невозможно, потому что я поменял ее за 40 ведер картошки. Это было просто нечто. У меня не было денег. Только картошка. И Бог взял мою картошку и сделал ее в деньги. Просто чудо. Здесь нет никаких границ. Все, чего не будете просить в молитве, верьте. Что получите, и будет вам. Нам нужно продолжать верить. Однажды в сердце своем я сказал, господи, если когда-нибудь ты благословишь меня финансами, я все раздам по старам. Через 15 лет на мой счет падает 550 тысяч долларов. Я говорю, господи, спасибо тебе, ты меня наконец-то благословил. Он говорит, это не тебе. Как? И он рисует мне картину. Я сижу, молодой христианин, возле чайника, слушаю, о чем говорят пастора. И в сердце с ним, господи. И моя вера так взросла, все, что ты просишь, Бог сделает. Даже если ты попросил это в мыслях своих. Поэтому, когда ты просишь, будь внимательным. Он может дать. Поэтому Писание говорит, благословляйте. Лучше нам благословлять гонителей наших, благословлять людей странных, сумасшедших, нужных, не нужных. Лучше благословлять. Потому что оно исполнится. Аминь. Лучше давать, чем брать. Я хочу провести маленькую иллюстрацию, как работает вера, как вот это работает, то, что сказано. Вот у меня есть в руках книга. Это правда книга, только электронная. Хорошо? Мы знаем, это не книга. Это книга. Сейчас здесь только лишь это. У меня в руках книга. Сейчас я положу ее на кафедру. Смотрите. Я ложу ее. Скажите, верю ли я в то, что я могу поднять эту книгу с кафедры? Да чего вы такие замороченные? Кончайте. Да все. Простая проповедь. Не будет больше подвоха. Это просто жизнь. Ну ничего. Я не хотел подвоха. Просто хотел показать, что надо быть верующим до конца. Ну просто. Ну давайте еще раз. У меня в руках книга. Я сейчас ее положу. Смотрите. Оп. Как вы думаете? Вы прикольные вообще. Я понимаю, почему вы больше творческие. Скажите, верю ли я в то, что я могу поднять эту книгу с кафедры? Хорошо. А есть кто-нибудь из присутствующих в этом зале, кто верит, что я не могу поднять ее с кафедры? Не могу? То есть, ты сейчас не видел, что я? Ты спал, что ли? Хорошо. Тогда так. А есть кто-то в зале, кто верит, что я могу поднять эту книгу с кафедры? То есть, вы верите, что я могу поднять? То есть, вы верите до того, как я ее поднял? То есть, я ее еще не поднял. Вы уже верите, что я ее подниму? Вы так уверены? Как вы можете верить? Я же еще и не поднимал ее. То есть, вы верите в то, что еще не произошло. Это еще не произошло. Вы даже не сомневаетесь, что это не может. Да ты что, это произойдет однозначно. Ну что, ты немощный что ли? Да ты ряй. Но мы же видели, что... Вы понимаете, как работает вера? Оно еще не произошло. Но мы знаем, что тот, кто сказал, что это... Да он легко возьмет. Всем, кто верил... Вы верите мне вообще. Я даже сам, знаете, я так напрекся, брат. Я смог это, я сделал, я молодец. Я поднял эту книгу, наконец-то исполнилось. Я понимаю, что вы не сумасшедшие. Вы прекрасно понимаете, что это любой ребенок может сделать. Но вы верили в то, что не произошло. Вот так же работает вера в Бога. Да, это не произошло. Но мы верим в того, кто может сделать. Наш Бог все могущий. Для Него нет ничего невозможного. Знаете почему? Потому что Он все сам создал. То, что Он создал сам. Он может сам и сделать. Вы понимаете? Поэтому нам нужно верить в Бога. Даже если это не произошло. Вспомните пример. Вы... Ну как? Конечно мы... Что тут просто... В том-то и дело. Господь исцели. Ты не видишь. Но это произойдет. Аминь. Точно так же, как я знаю, что... Сейчас могу поднять эту книгу. Точно так же нам нужно молиться в вопросах чуда. Вам нужно чудо? Молитесь. Просите Бога. Он может это сделать. Для Него нет... У Него достаточно сил. И Он это сделает. Когда? В свое время. Если не ослабеешь. То, что ты просишь, тебе нужно самому верить, что это будет. Иногда мы разочаровываемся в этом. Я еще один хочу эксперимент провести. И вы пойдете домой. Все. И тоже однозначно. Хорошо. Ну теперь, друг мой. Ничего не надо. Просто... Просто иди сюда. Я вот так хочу тебя поставить. Скажи, я плохой человек? Нет. Молодец. Я такое, правда. Я сейчас докажу. Я не плохой человек. Я хороший человек, правда. У меня есть свидетель. Вот сидит вот. Брат мой, администратор церкви. Вот. И ты тоже можешь быть свидетельным. Скажи, я плохой человек? Я хороший человек, правда. Я никогда не сделаю никому плохо. И я не хочу, чтобы ты попал в ситуацию, когда все с тобой будут смеяться. Нет, я просто хочу показать, как работает вера. Смотри. Ты знаешь, что я хороший человек. Можешь мне довериться? Насколько ты можешь мне довериться? На сто процентов. Хорошо. Я попрошу тебя сейчас закрыть глаза. И сделать кое-что. Ты доверишься мне? Доверься. Пожалуйста. Падай вперед. Оп. Ты молодец. Все. Достаточно. Открывай глаза. Смотрите. Он доверился мне. Закрыл глаза и стал делать. Если бы он мне не доверял, я бы такой, ну давай. На тебе. Это было бы как? Это было бы подло, согласитесь. И тогда мой авторитет и авторитет вот этого брата сразу. Все. Такой же болтушка, как этот. Правда же? Теперь. Можем мы Богу доверять? Сейчас закончим. Можем мы Богу доверять? Он доказал, что он нас любит так сильно, что сына отдал. Говорит. Я доказал, ребята. Реально. Во всех вопросах. Я все самое дорогое отдал вам. Я вас люблю. Я вам плохого никогда не сделаю. Понимаете? Поэтому ты можешь не доверять. Я же доказал. Еще раз. Смотри. Пожалуйста, доверься мне. Я не сделаю тебе плохо. Хорошо? Бог говорит, я вас люблю. Я не оставлю, не покину вас. Я всегда с вами. Вот я такую же позицию возьму сейчас. Я не Бог, но я возьму позицию. Можешь мне довериться? Я прошу сейчас тебя. Стой здесь. Хорошо? Достаточно. Все. Закрывай глаза. Пожалуйста, я попрошу тебя сделать одну вещь. Падай назад. Все. Спасибо, дорогой. Ты просто чудо. Какой-то девушке повезет очень круто. Иметь верующего мужа. Заметьте, что я хотел показать. Даже если нам кажется, что это невозможно, я их, конечно, схитрил. Я перед собранием с Артемом договорился. Говорю, Артем, ну ведь ситуация там, кое-что сделает. Ты, короче, когда я уйду... Смотрите, я не хотел подвести человека. И я договорился заранее. Когда нам кажется, что вещи, которые Бог просит нас невозможны, вы должны понять, он уже все сделал, чтобы мы не попали, мы не разочаровались, мы не упали, мы не страдали. Он все подготовил. Я хочу показать вам пример, что Бог заботится о нас так нежно, что не хочет, чтобы мы... Волос с нашей головы упал просто так. Поэтому он прежде, чем что-то просит нас, он говорит, сын мой, возьми чемодан, вали! В Африку! Мы говорим, ну а чай буду есть? Не парься, все уже приготовлено, контейнер уже выехал. Серьезно? Знаете, когда я приехал в эту церковь, когда мне пастор сказал, тебе надо поехать в Кемерово. Представьте ситуацию, у тебя семь церквей, и наконец тебя называют пастор Андрей. Ты поехал в Таиланд, ты же устаешь, тебе нужно отдыхать, семь церквей, не хухры-мухры. Я поменял 11 квартир, последний квартир из четырех комнат отгрохал, три комнаты, девять с половиной метров. Девять с половиной метров я забабахал себе зал. Люди приходили, ну да, конечно, ты же пастор. А то, что ты один раз приезжал, никого не волнует. Ну не было возможности. Вот я только расслабился, и Бог говорит, давай, сынок, вперед, дальше. Я приезжаю в церковь, думаю, сейчас здесь будет то же самое. После самой грустной проповеди брат ко мне подходит и говорит, мы тут харизматею не потерпим. Думаю, брат сумасшедший. На втором собрании сестра встает на четвертом ряду. Вот так вот. И стоит все собрание. Типа показывает, что ты задница проповедует, а не нам. Я такой, ну как бы это. Она пророчится, говорит. Я такой, господи, куда я попал вообще? Я прихожу в балансерию, чтобы спросить отчет. Бухгалтер говорит, а ты кто такой? Я говорю, ну вообще-то епископ меня направил. Я говорю, вообще-то я пастор. Ты там пастор, а тут ты никто, понял, да? Я говорю, в смысле? Придет время, я дам вам учет. А сейчас... Вот мне это надо? Мне вот это надо вообще? Меня там, поверьте, любят, обожают. А тут... Нормальный человек, он сделал бы следующее. Он сказал, знаешь, пастор, как бы, я понимаю, люди меня не принимают, у них свои проблемы. И уехал. Но я ненормальный человек. Я знаю, что все, что Бог делает, Он исключительно делает для нашего блага. Он уже позаботился, Он уже Артема напрек, Он уже попросил, чтобы он постоял рядом и просто подержал. И нам нужно довериться и расширить границы своей веры и смотреть, что Бог будет делать. И когда мы видим, что Бог делает, нас просто это... Мы даже думать не могли. Писание говорит, мы даже не можем себе представить своим умом, что Бог приготовил любящим Его. Не видел то глаз, не слышал то ухо. Не видел, что Бог приготовил... Вы даже себе не представляете, какой план у Бога для вас. Если Он вам сейчас показал, вы бы ушли из церкви. Вы сказали, это невозможно. Всякий раз, когда я прихожу к женщинам, к семьям, у которых нет детей, я говорю, ребята, у меня такая, знаете, ходит легенда, что если пастор Андрей помолится за вас, у вас сразу будут дети. Так оно и есть, правда. У кого нет детей, можете воспользоваться, реально. Я молюсь, и всегда рождаются дети. Я говорю, приготовьте хороший обед, чтобы моя душа возрадовалась. Для меня не важно. Для меня не важно молиться. Для меня важно... Я не думаю, что это является ключевым моментом. Рубят там, готовят на целый взвод солдат. Я прихожу сюда, вау, какая у вас вера. Я хочу, чтобы они приготовили, потому что им нужна вера для того, чтобы получить ребенка. Потом я наедаю, говорю, ну хорошо, моя душа радуется, давайте сейчас будем молиться. Я всегда говорю одну и ту же вещь. Мне не нужна ваша вера. Вы родите по моей вере. Я буду держать, не вы, я буду держать вашего ребенка на своих руках. Не надо, чтобы у кого-то, у вас есть вера, что Бог совершил чудо. Это вам нужно явить чудо Божье в вашей семье, в ваших детях. Вашему мужу нужна ваша вера. Неверующий муж освящается женой верующей. Он ждет. Они ждут откровения сынов человеческих. Когда жена останет в своей молитвной кухне, где-то комната, туалет. Туалет, ванна, где-то там, не знаю, твоя тайная комната. И скажешь, Господи, во имя Иисуса, да обратится мой муж к тебе. И выйди, скажи, благослови тебя Господь, дорогой. Чтобы он нам был дорогой, нужно заплатить цену. Иногда наши дорогие нам вообще недорогие. Они нам ничего не стоят. Иногда это цена целой жизни. И это очень дорогая цена. Вот так, 1 Петра 2, 24. Смотрите. Он, грехи наши, сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов. Вы сегодня избавились от грехов? Первый шаг сделан. Жили для правды. Вот зачем вы избавились от грехов. Живите для правды. Ранами его... Что там написано? Вы будете исцелены. Вы уже здоровы. Ну как же здоров, у меня там... А что-то... Да там просто что-то. Не, пастор, у меня вот тут хондроз. Кто сказал? Ну как тут... Я что, не знаю, что это хондроз? А кто тебе сказал? Ну как, кто врач? Тогда возложил руки на него и скажи. Хондроз, ты вообще-то меня достал уже. Вали отсюда во имя Иисуса. И теперь жри верой. То, что хондрозу там делать нечего. Сейчас этот хондроз озабочен. Ищет кому бы где пожить. Приходит какой-нибудь... Да у тебя хондроз. Он говорит, нет, мне некогда. Я на экзамене. Можно здесь пожить? У тебя хондроз. Ты плохо спал, подушка жесткая. Некогда мне на работу. Можно у вас пожить? Бабушка, у меня уже куча хондрозов. Тут негде жить. Тогда он возвращается обратно. Ну слушай, ну скажи, ничего же не работает. Ну что-то молюсь, молюсь, пастор, бесполезно. Все, что не попросишь, верь. Это полезно. И потом однажды он походит, походит. Найдет какой-нибудь пацана молодого? Или девушку. Лучше девушку. Девушки более душевные. Лев с 12 засядет в нее. И она, вот у меня что-то вот все время вот тут. И будет там жить и мучить ее, пока он не покается. И вот так мы мучим этот духовный мир. Гоняем их из одного места в другое. А если нравится, пускай живет. Ну что, у мамы был хондроз, у бабушки был хондроз, у прабабушки был. У нас это наследственное. Это ваш выбор. Быть здоровым или болеть. Поэтому, если вы больные, ну возложите руки на больное место и скажите, чтобы печень исцелилась. Одна сестра говорит, пастор, вы знаете, у меня печень разрушилась. Ну ничего страшного, скажи, чтобы восстановилась. Вообще-то, пред именем Иисуса Христа преклоняется всякий язык. Вообще-то, нет такого имени, которое было бы выше имени Иисуса. Как имя вашей печени? Печень. Так а тут ниже имени Иисуса Христа. Она подчинится. Начнет напрягаться, там создавать какие-то клетки, там не знаю, что-то. Ни с чего она будет делать. Ей надо подчиниться. Скажите сформироваться новой печени. Сформируется. Все, что не скажете с верой, будет вам. И так живите счастливой жизнью. Перед вами стоит бывший инвалид второй группы. Бывший. Я вообще забыл, где у меня спина. Скорее всего, здесь. Потому что здесь растет обычно. Искривление позвоночника вперед. Я сколько угодно могу ржать. Ну давайте помолимся. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конго, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова